Доброго времени суток, друзья! Пытаюсь сделать майнинг-балкон. На улице минус 20, у нас мороз. А я пытаюсь сделать, всё-таки утеплить балкон. Вон там, пеной всё зафигачил, дырка была. Здесь поставил такую стойку на 4 фермы. Раз, два, три, четыре, четыре штуки. Позвал двух электриков, они собрали здесь дополнительный щиток на 4 выключателя C16. Каждый, сказали, будет держать по 5 кВт, но просили больше 3,5-4 не грузить. Но это где-то две фермы при даунвольте. Сделали проводку оттуда-туда. Здесь будет второй стенд. Вот один уже собрал, собрать-собрал, но пока ещё его не закрепил. То есть он вот так стоит, здесь должны быть фермы. Дальше в конце видео увидите. А здесь будет второй стенд. Тоже здесь на 4 фермы. То есть 4-4, 8 штук должно держать. Вот, куда остальные будут стоять, пока не знаю. Потому что шум в квартире реально я не знаю. Мне жена сказала, или горит я, или горит ферма. Выбирай. Сошлись на балконе. Вопрос в том, вот сейчас на улице минус 20, да? На балконе, в принципе, не минус 20. Я термометр взял здесь такой с лягушечкой. О, на балконе получается сколько тут? Где-то 5 градусов. Здесь вот сделал 50 ширина, чтобы сзади можно было вентиляторы поставить, и они крутили. Ну, поставил, подрубил. Главное, чтобы сырости не было, но температура вроде держит. Я боялся, они не будут нагреваться, но он идет. Первый 51 градус, 43, 44, 48, 36, 44. Тихонечку. Здесь вообще холодно, не знаю. Здесь щель вообще дуется. Вот, сейчас вторую понесу, посмотрим. Я думаю, если их будет стоять много, то они нагрев дадут все равно. Включил, смотрим на лягушку. Лягушка показывает 11 градусов тепла. Так, ну, пока держит. Сейчас еще парочку подрублю, посмотрим. И вторую стойку надо будет собрать. Взял вот такую стремяночку, полез сюда подключать интернет. Вот. Туда поставил. Вот надо вниз поставить самый такой горячий риг. Сейчас поставим температуру, но мне уже жарговато. Где эта лягушка? Ага. 16. 16 градусов, да, по-моему? Да, я даже не знаю, что делать. Пойду свитер сниму. Следующий подрублю. Подрубил четвертый риг. Вот. Лягушка показывает 20 градусов. Пришлось открыть окно. Немножку щелку сделать. Но проблема в том, что на улице минус 20. Поэтому надо следить периодически за этим делом. С одной стойкой я более-менее не закончил. Теперь надо вторую строить. Она у меня там не собранная. А, да, забыл сказать. По температуре карт, значит, вон там это Asus майнинги. Они где-то 59-60-58-56-59-72. А здесь сапфины стоят. Риг. Здесь что у нас? Вот первая сильная греет 62. Градуси видно, нет? Не видно. Пробую увеличить. Вот так видно 62. А остальные нормально. 49. 49. 53. 42. 48. Может быть, надо что-то вот с этой картой делать? Неправильно подключено или что? Пока перетаскил. Надо будет смотреть проводку. Вот по этому ригу. Вот надо смотреть по Teamweaver. Сейчас тоже посмотрим. Самому интересно. А, вот это риг самый нижний. RX 580. Там одна карта 570. На 4. Вот она 34 градуса. Это RX 580. Нитро. 43. 37 градусов. 570. Нитро. Это Gigabit. Gaming. 580 на 8. Это у нас кто? Это Aorus Gigabit. Тоже 580 на 8. И это Asus. Наконец-то у него температура упала. До 50. Сейчас посмотрим, что с сапфирами, которые не подключены к монитору. Ну вот сапфиры, так, здесь что-то совсем. 65. 59. 58. 51. 53. 55. Я там еще даже автобернер толком не делал. Видите, мало дают. 27. Сапфира 570 на 8. Риг. 6 штучек. Тоже вот первая карта. Что-то там голову морочить надо идти смотреть. Может быть, надо будет вентиль поставить, чтобы он выдувал со стороны первой карты. Ну что, друзья. Вот я немножко тут разместился, как смог. На улице идет снег с дождем. Пришлось вот такую сеточку замутить. Вот. Но еще дополнительно вот так поставил, чтобы меня не заливало. Что имеем? Имеем, соответственно, раз, два, три, четыре. Рига. Тут 5, 6. Еще планирую хотя бы два сюда поставить. Вот. За окном, за окном минус 20, идет конкретный снег. И с дождем даже, я бы сказал. Где моя лягушка, где моя лягушка? Вот моя лягушка. Здесь, соответственно, 20 градусов тепла. Единственный нюанс, надо регулярно смотреть. То есть, погода меняется, ветер меняется. И надо регулярно сюда заходить, смотреть по картам, что происходит. Куда я вентилятор пихнул, потому что у нас горячий воздух идет снизу. Вот. И чтобы он оттуда выходил, вот в той части, получается, выдувает. А так, по температуре карт, что имеем? Сейчас покажу. 49. Ну, короче, где-то в районе полтинника, наверное, получается. Так, здесь, здесь покажу еще. 36, 37. Ну, это GTX и NVIDIA, они по определению холоднее, чем AMD RADON. Вот. Наверное, видно. Соответственно, здесь. А здесь солнце сейчас светит, ничего не видно. Так, присмотреться, если видно. 50, 58, 55. Тут у нас двухрежимный монитор, можно переключить. Ага. Здесь у нас все. 46. В общем, полтинник держится, в принципе, хорошо. Вообще, оптимальный вариант зимой ставить на балкон. Снимая продолжение этого ролика, прошло уже 3 месяца. И моя фирма, можно сказать, отзимовала на балконе. За 3 месяца особых приключений не было. То есть, я ролик начинал снимать 9 января, вот этот, а сегодня уже 9 марта. Вот. За 3 месяца, что было из такого прям вот экстраординарного. Один раз захожу с утра на балкон с просони, смотрю все карты, короче, 70 с лишним градусов, там, да, под 70. Там, соответственно, пар идет, коромыслом. Захожу, не понимаю, в чем дело, две фирмы не работают. Оказывается, что было, супруга закрыла, там вот так вот щелочку я оставлял, нашел оптимальную, да, вот такую где-то щелку. Оказывается, супруга закрыла окно. Я ей говорю, что ж ты надела? Она говорит, ну, я что-то, говорит, вступила и закрыла, вот. А так все переподключил, и все нормально, вообще без проблем, заработало дальше. Соответственно, риги крутит, все укомплектовал. Единственное, что один из ригов, сейчас покажу, я вытащил, потому что я сейчас снимаю про 560 обзоры, да, чтобы вам показывать. Соответственно, здесь было у нас 4, вот 5, 6, 7, и вот там 8, сейчас я покажу, я его унес, потому что я по одной карточке туда-сюда дергаю, для того, для того, чтобы показывать обзоры по этим картам. Здесь какие-то я уже снял, показал, какие-то нет. Вот он, Sapphire 560 стоит, Asus EVO, это вот то, что будет в ближайшее время. Gigabit, вот этот обрубок, однокулерный, Gigabit двухкулерный. Что там еще есть-то? Это кто у нас вообще? Чуть я не пойму. А, это какой-то Asus. А, это Asus Expedition, по-моему. А, нет, вот этот Asus Expedition, а вот этот Asus SEO, да, запутал я и себя, и вас. А вот это Power Color, он уже есть на канале, вы смотрели, да? То есть он вот туда наверх, восьмой, пойдет на добычу эфира Zero. Соответственно, по дате не обманываю, да, чтобы вы не думали. Сейчас покажу. Вот, соответственно, ролик этот про балкон, помните, да? Здесь свойства ролика, я нажал 5 января, я начинал снимать этот ролик. То есть, когда начиналась зима. И вот, я его, соответственно, дозаснял, да, сегодня уже 10 марта, даже не 9, вот 0 часов 3 минуты, 10 марта, 18 год. Что еще хочу сказать по поводу того, по поводу шумности. Вот кажется шумно, да? Но если есть необходимость избавиться от шума, то есть раз, то из-за чего, собственно, все началось, да, когда со мной супруга ругалась. 2, и вот видите, практически идеальная тишина. Ну, то есть есть звук какой-то, да, но он такой несущественный, скажем так. А если где-то вообще там в другой комнате находишься, там, да, вообще ничего не слышно. А, ну здесь же еще вот это крутится, карта, которую я на днях обзор снимал. Вот, она тоже шумчик дает небольшой. У меня ферма нормально отзимовала на балконе, я никаких проблем существенных не увидел. Единственное, что сейчас, когда более-менее плюс уже пойдет, надо будет все это дело снять, компрессором продуть, ну, или компрессором. И есть специальные такие приборы, которые, ну, пыль всю выкидывают, чтобы, как бы, к новому сезону, уже к весенне-летнему приготовиться. Поэтому я рекомендую, мне кажется, оптимальное место для фермы – это балкон. По крайней мере, зимой посмотрим, что будет летом. А так, подписывайтесь на канал, будет весьма информативно. Я думаю, что, как бы, еще чем-нибудь интересным вас порадует. Всего доброго, пока-пока!